11 января День заповедников и национальных парков Отмечается с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году. 12 января День заповедника 13 января День заповедника По отношению к флоре необходимо отменить прорубание просечек, прочистку леса, даже сенокоз и уж, конечно, всякие посевы и посадки. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить природу самой себе и наблюдать результаты. Заповедные участки имеют громадное значение, а потом устройство их должно быть прежде всего делом государственным. Благодаря деятельности комиссии 11 января 1917 года на берегу озера Байкал был создан первый в России заповедник – Баргузинский. Баргузинский заповедник расположен на северо-восточном побережье озера Байкал на западных склонах Баргузинского хребта. Его история начинается в 1916 году. Он был создан для сохранения и восстановления популяции соболя в России. Мех этого зверька высоко ценился и активно экспортировался на рубеже 19-20 веков. С учетом того, что мех темного соболя-баргузинца обладал особой ценностью, велось исследование ареалов его обитания. Результатом серьезных научно-исследовательских работ стало определение природных зон для организации Баргузинского заповедника. Он носит имя Константина Алексеевича Забелина, участника исследовательских экспедиций и первого директора заповедника. Стоит отметить, что с задачей по восстановлению численности соболя Баргузинский заповедник успешно справился уже к середине 1930-х годов. В дальнейшем, сосредоточившись на работе по сохранению природы выделенной территории, в 1986 году он получил статус биосферного. Его площадь составляет 366 870 гектар. Наивысшая точка заповедника располагается на 2652 метрах над уровнем моря. Особенность местной природы в том, что она практически не подверглась воздействию людей, что позволило сохранить ее в первозданном виде. Здесь можно встретить большое разнообразие растений и животных. Некоторые виды относятся к редким и внесены в Красные книги. Заповедник богат водными ресурсами. На его территории много озер и рек. В долинах некоторых рек имеются выходы термальных источников, температура воды в которых может превышать 70 градусов Цельсия. Местный климат можно охарактеризовать как резкоконтинентальный, к которому добавляются и некоторые особенности морского. Здесь довольно продолжительная и суровая зима. Температура в самом холодном месяце января составляет минус 23 градуса. Лето короткое и прохладное. Средняя температура августа плюс 13 градусов. Тайга занимает значительную площадь заповедника. На ней, соответственно, обитают типичные для такой местности животные. Однако есть и свои особенности. Они обусловлены горным рельефом и близким соседством с Байкалом. Здесь встречается более 40 видов млекопитающих. Свыше 280 видов птиц. Шесть видов рептилий. Три вида амфибий. В водоемах обитают более 40 видов рыб. Разнообразием отличается и мир насекомых. Здесь их выявлено более 800 видов. Среди млекопитающих преобладают виды, характерные для лесной местности. В заповеднике можно встретить соболя, азиатскую лесную мышь, белку, литягу, бурундука, среднюю и крошечную, бурозубку, лесного лемминга, большоухую полевку, альпийскую пищугу. Также заповедник места обитания ласки, росомахи, горностая, зайцы-белика, лисицы, волка, медведя, кабарги, благородного оленя, северного оленя, лося. Много на территории и пернатых. Здесь можно увидеть серого снегиря, щура, глухую кукушку, каменного глухаря, рябчика, кукшу, желну, обыкновенного и белокрылого клеста, синихвостку, сибирскую завирушку, бородатую неясыть и других птиц. Такие виды птиц, как орлан-белохвост и черный аист, устраивающие гнезда в Баргузинском заповеднике, внесены в Международную Красную книгу. На северо-восточном побережье Байкала представители пресмыкающихся и земноводных не отличаются разнообразием. Здесь обитают такие амфибии, как сибирский углозуб, остромордая и сибирская лягушка. Встречается живородящая ящерица, обыкновенный уш, узорчатый полос и другие представители рептилий. Среди обитателей заповедника есть и эндемичные виды, к примеру, байкальская нерпа. Местные водоемы среда обитания таких рыб, как щука, налим, сорога, сик, омуль, хариус, таймень. В силу многообразия рельефа растительность в разных его зонах отличается. Здесь встречаются леса лиственничные и горно-таежные с преобладанием кедров, кедровых сланников, сосны. Также есть участки с лиственницами, пихтами, березами и елями. Большую часть территории покрывают высокогорные альпийские луга и труднопроходимые заросли кедрового сланника и кустарниковыми березниками и ивниками. Есть также участки с маховыми болотами, голыми скалами и каменистыми россыпями. В заповеднике выявлено более 780 видов сосудистых растений, 210 видов лишайников, 170 видов грибов. Некоторые виды сосудистых растений и лишайников находятся в Красных книгах. На заповедной территории находится свыше 520 озер. Крупнейшими из них являются Лосиное озеро и Хариусовые озера. Также сюда входит часть озера Байкал в районе западного побережья. В среднем глубина в этом его участке достигает 30 метров, однако местами она может доходить и до 200 метров. Кроме того, в обширных площадях резервата протекает множество рек и ручьев. В горной местности они отличаются стремительностью и имеют порожистые участки. Их можно увидеть и в глубоких каменистых ущельях. Любопытно, что они меняют свой характер вместе с переменой рельефа местности. Стоит им только попасть в низины, как их течение становится более спокойным. Среди протекающих здесь крупных рек – Урбикан, Езовка, Довше, Сосновка и другие. Значительная часть основной охраняемой территории закрыта для туристов. Однако есть участки, доступные для посещения. Для того, чтобы попасть на них, нужно получить разрешение администрации заповедника, отправив заявку на почту. Туристический сезон здесь начинается с июня по сентябрь. Прохождение экологических маршрутов осуществляется в сопровождении сотрудников резервата. Туристы могут ознакомиться с экспозицией Музея природы, расположенного в поселке Давша. Она рассказывает об истории становления заповедника, о труде по сохранению популяризации Баргузинского соболя, о флоре и фауне резервата. Также здесь можно увидеть интересную коллекцию минералов. Показывают путешественникам и собрание аномальных наростов на деревьях, коллекцию гербария, животных. Недавно на полевой базе Давша открылся визит-центр, посвященный особенному обитателю заповедника – Баргузинскому соболю. В нем можно узнать не только об истории спасения этого ценного зверька, но и благодаря различным экспонатам познакомиться с особенностями работы и быта сотрудников заповедника. Любопытно, что для создания экспозиции использовались экологически чистые материалы. Для туристов также разработано несколько экологических маршрутов. Один из них проходит по берегу Байкала, другой – в районе Давшинской бухты. Тропа имеет средний уровень сложности. Она пронумерована и имеет указатели. На ней есть и смотровая площадка. Еще один маршрут проходит через долину реки Шумилихи. Он крайне живописен. На нем можно увидеть россыпь горных озер и водопад. Заповедник – довольно труднодоступная территория. Чтобы добраться до нее, нужно приложить усилия. Путешествие сюда возможно только по воде, так как к нему не проложено сухопутных дорог. Нанять водный транспорт можно в поселке Ость-Баргузин, в котором находится администрация заповедного Подморья. Доехать до него можно на машине, а расстояние от Улан-Удэ составляет порядка 270 километров. Сегодня в России 231 особо охраняемая природная территория федерального значения, 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 заказников. К 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» появится еще 24 новых особо охраняемых природных территорий. За чуть более 100 лет заповедным сообществам было сделано очень много. Восстановлены популяции исчезающих видов животных, таких как зубры, соболи, коланы. Внедрены современные технологии, позволяющие эффективно изучать и охранять природу, не причиняя беспокойства обитателям заповедных территорий. Открыты уникальные географические объекты, выявлены новые виды животных и растений. Спасибо за внимание! Продолжение следует...